Добро пожаловать на канал. С вами Ковенка Лата. Продолжаем болталку. И сохранчиваем, я надеюсь, болталку про Марью, потому что я очень долго могу разговаривать по поводу нее и рассказывать. В принципе уже все рассказала, выводы будем делать сами. И если я доживу, Господь позволит мне увидеть, чем все это и закончится, то увидим, чем все это и закончится. В общем, с мужем мы выяснили, что все в порядке, хотя я же говорю, что Стивена индульгенцию никто не выписывал, потому что Стивен достаточно виноват в том, что он с нею сделал и что он с собой сделал. И как он себе подпортил карму основательно. Я все еще сомневаюсь, что у него все будет хорошо, потому что там просто не бывает. Ну пока мы можем сказать, что со стороны если смотреть, то все в полном шоколаде. Да, он продал свой кондо, который, ну его устраивало, Мария у нас не доверила эта кондо. Ну его она устраивала, ну и продал, купил хороший дом. Жена, второй брак, жена беременная, то есть есть к чему стремиться, есть к чему ждать. А Мария, как Мария, да, она очень расстроена по поводу того, что он этот дом купил. Я уже говорю, что не принимается во внимание тот факт, что Стивена жена какая она не есть, да, которую ты не любишь и так далее, но она работает пять дней в неделю, она учительница, она ходит на работу каждый день и зарабатывает хорошие деньги. То есть если вложить его зарплату и я зарплату, то они все, конечно, могут позволить купить дома кредиты и его выплачивать. Но она об этом не думает, она думает о том, что вот когда я с ним жила, этого ничего не было, вот когда она с ним живет, то это все есть. Потому что вот она такая, да, потому что она такая вкалывает каждый день. А Мария попробовала работать, работать она не любит. И она постаралась, ну не все как бы, как говорят американцы, as backwards, да, заняться наизнанку. То есть когда она жила тут, она искала работу где-то там, в тех городах, которые подороже, там Westport, Wilton, потому что там платят зарплату побольше. Так вот и переехать я хочу жить туда, потому что я там найду работу, там вот больше платить. Переехала, живу с большими трудами, добилась, ну нашла очень хорошее место, живу в шикарном кондор, с бассейном. Для них двоих с Шарлоттой вот так вот, квартирка великолепная. Вот, две спаленки, крошечная гостиная, кухонька, я же верю. Двум душам там, ну совсем не тесно, и собачки. Нашла работу в школах Тенбери, оказывается, Тенбери, вот он рядом с Тенбери, 5 минут езды. Что-то я не устраивала работа там, в Колтоне или там ей не дали, ну в общем, то она каталась оттуда туда, теперь она катается оттуда сюда, возит бензин, потому что она нашла Тенбери работу. Я говорю, вся идея переезда была, чтобы там найти работу подороже. Ее мечта – это работа какая-то в гостинице менеджера, но для менеджера нужен язык. А язык ромает очень сильно, и она не понимает, что в таком общении прямом более-менее можно общаться. Когда человек звонит и заказывает гостиницу, тебе нужно с ним провести беседу, тебе очень трудно по телефону донести мысль. И кто-то, кто будет звонить, например, в хорошую гостиницу, а ты хочешь хорошие деньги, хорошие деньги платят в хорошую гостиницу, и человек звонит в хорошую гостиницу, заказывает, ему попадается человек, который говорит с акцентом и непонятно вообще, что он говорит. Ну то есть непонятно – это еще одно, а то, что он не может выразить свою мысль четко. Я такую гостиницу звонить не хочу, то есть одно или два интервью таких прошло, и никто не перезвонил, я не понимаю, что они мне не перезванивают, я уже молчу, потому что я знаю, что мне будет дороже стоить. В общем, нашла в школе работу на перевод. То есть у нас же очень много латиноамериканцев приезжает, и родители не разговаривают. Дети-то быстро язык учат, а родители многие не разговаривают. Вот, и они приходят в школу, и там, допустим, им нужно пообщаться там с директором, с учителями. И школы Денбери, очень большую районочку, они приглашают переводчиков. Мария не соглашается работать за меньше, чем 20 долларов в час. То есть я соглашусь. Вот. А она меньше, чем долларов в час. 20 долларов в час она себя не может оценить, только за 20 долларов в час. И вот она приезжает там на час, на два, она работает, там получит свои 40 долларов. Раз в неделю уезжает домой. И она говорит, что? Когда я говорила, что, слушай, ну ты работаю. Я работаю, она говорит. part time, то есть частично, да? Ну, это называется я работаю. Ну да, то ж надо встать, вылезти из дома. Вот. Ну, я работаю, но она поехала в школу. Ее там пару раз пригласили, и кто-то из родителей то ли не приехал, то ли опаздывал. И она пришла и сидела в офисе. И ждала. Я, например, когда на замене, и я знаю, что меня позвали на замену, и пошла, мне за день заплачено. Независимо от того, да, что я делаю в этот день. И иногда зовут просто так, что я могу понадобиться, но конкретного задания у меня нет. И когда я прихожу в школу, я иду сразу в библиотеку, к девчата, и говорю, так, девчата, что надо делать? Книжки раскладывать, на полках поперебирать, да, быстро, потому что иногда рассовывается все неправильно. Вот. Я могу там помочь это все разложить. Я могу по алфавитной книжке разложить. Ну, в общем, это называется shelf reading, да. Говорю, если вам надо shelf reading, я сделаю. Говорить мне, что нужно сделать. Вот. И я знаю, куда можно пойти, какие места спросить, чем себя занять, что. Я была занята, что меня что-то делала, потому что, я же говорю, что мне за работу заплатили, я не могу в библиотеке читать книжечку, да, потому что таких работников никто не любит. И меня просто-напросто больше не пригласят и не позовут. И если мне нужна авторабота, то я должна немножко шевелиться. Вот. Мария шевелиться не любит. Она любит... Вот она приехала переводчиком работать. Вот она будет работать только переводчиком. В общем, сидит Мария в этом офисе и ждет, пока появятся тут родители. или кто там должен был прийти, или кому она должна была переводить, и, ну, время тикает, да. И секретарша ей говорит, что, знаете, нам тут надо поделать копии документов там каких-то, да, и, мол, вы не хотите сходить в копии центра и там сделать эти копии. Думаю, я про себя, думаю, я бы сейчас подхватила, сказала бы, конечно. Давайте я все сделаю, что вам еще надо. Да. И мне интересно всегда. То есть я хожу, я все понюхиваю, да. Мне интересно, как все устроено. Мне интересно посмотреть, какой там копий центр, да, где он находится, что рядом, да. Ну, в общем, я пришел. Я люблю, любопытно, как кошка. Хочу заглядывать ко мне, посмотреть. Вот и интересно. Я говорю, я люблю быть занята, я не могу. Мне очень мучается, если я сижу и мне нечего делать. И время тянется, и ты чувствуешь себя в невостребованном, я не знаю. Ну, может, я такая. Ну, Мария Луся-то не мучилась, я сидела тихонько в телефоне. И ей было очень хорошо и комфортно. И тут ей говорят, да вы не хотите пойти копии поделать? Она говорит, не хочу. Я, я выпадаю в осадок, когда я это слышу, потому что, как не хочу. Тебе же за день платят, а ты ничего не делаешь, сидишь. Она говорит, не хочу. А то ей говорят, ну почему? Вы же все равно сидите. Это не моя работа была тут. Это не моя работа. То есть моя работа – переводить. Если я переводить не могу, то это ваша проблема. А больше ничего я для вас сделать не буду. Все. Причем она была в таком возмущении, когда мне это рассказывала. Я опять-таки, то есть, у меня уже была такая. Подруга, которая работала в салоне, делала ногти. И когда не было клиентов, ее просили пойти в салон, там где стрелок. Красит и так дальше. И предложить клиенту, давайте я сделаю массаж рук, пока вы ждете. Или давайте я помою голову, пока вы ждете и так дальше. И она всегда, Лина с фуком это делала. Вернее, не с фуком, Лина фукать не могла. Но она с большими неудовольствием это делала. И она не понимала, почему она должна это делать. Это не моя работа. А то, что ты приходишь и тебе за день заплачено, а ты сидишь и ничего не делаешь, так это нормально. То есть это не моя проблема. Вот и Мария точно так же. Она говорит, это не моя работа. И я ни капли не сомневалась, что больше из этой школы мне позвонили. И больше из этой школы не звонили. Звонились какой-то там другой, но там ей что-то не понравилось. Так что с работами вот такие вот у нас дела. То есть мы даже если работой находим, то работа требует делать такие вещи, которые мы не хотим делать. А следующий фокус она выкинула. Она говорила, что я пойду учиться. Да, то есть деньги эти, которые она со Стивеном сняла. Она говорила, что вот я сидела дома сколько лет с ребенком. И как бы я пойду учиться. Мне нужно получить образование, чтобы я потом нашла хорошую работу. И говорит, я пойду в комьюнити колледж. Тут у нас в Норвоке есть такой колледж. Я даже не знаю, как перевести этот комьюнити колледж. Ну, там можно записаться на разные уроки. Изучить пару предметов, которые вам потом пригодятся, если вы хотите там использовать эти кредиты для получения степени. Она говорит, я пойду в комьюнити колледж. А я подучу язык, потому что с языком он говорит, мне нужен, значит, язык. Я согласна, язык нужен. Я такой, типа, хромает. В комьюнити колледж. Очень умно. Давай записывайся, давай иди. Ну, пошла, записалась в комьюнити колледж. Потом пришла и сказала, что мне не понравилось. Супрайз. Потому что Марии Луз нравится, когда все с восторгом ее воспринимают. И говорят, Боже, как нам повезло, что вы к нам пришли. Ну, так редко кто-то. Ну, и вот, она почтила своим вниманием, так сказать, заплатила деньги на то, чтобы у вас учиться. А вы не то, что не особо рады. Вот. Не идете навстречу, не меняете расписание, так как мне было бы удобно. Вот. Столько много задают. Они что, не понимают, что у меня ребенок, и у меня работа, и я это все не могу делать. И я подошла, и учительнице сказала, вы сильно много задаете. Я это все не успеваю. И вообще это все очень трудно. Учительница оказалась упрямая и непонимающая. Вот. Задание уменьшать не захотела. Потому что, понимаешь ли, Марилуз у нее не одна, у вас там целая группа. Вот. Марилуз рассердилась, пошла, пожаловалась и сказала, что я хочу другому учить. Другую. Меня так не устраивает. Вот. Она непонимающая, как она сказала, she's not understanding, she's not sympathetic, то есть она не входит в мое положение и мне не сочувствует. Ну, к этому надо ходить в психотерапию. Она войдет в положение и посочувствует ее. Или он. Пошла, нашла другого учителя и сказала, что ну ее перевели в другую. Вот. В той группе оказалось все то же самое. Вот. Я это все бросила, потому что я не могу это все делать. Это сильно сложно. И пошла требовать деньги обратно, а я деньги обратно не буду. И вот такой секвой. Warlock Community College деньги взял. Ничем мне не помог. И когда я хотела, чтобы мне деньги вернули, мне деньги не вернули. Я вам говорю, это можно снимать кино. Как смеялся мой муж много лет назад, говорит. У тебя эти истории, говорят, можно снимать кино, говорят, сериалы. Как вот тут Seinfeld, бесконечный. Когда в Seinfeld есть эпизод по поводу любых жизненных ситуаций, да. Так и тут уже. Любых жизненных ситуаций набралось столько, что можно разговаривать бесконечно. Ну вот. В общем, в колледж мы так и не попали. Учиться мы не стали. Работаем мы через пень-колоду. И тем более сейчас, когда такая ситуация с ковидом, никто никого никуда не зовет и никто ничего не переводит. Так что Мария сидит благополучно опять дома. И сердится на Стивена за то, что у нее все так хорошо. Ну, девочки-мальчики. Закончила я наконец про нее. Мне уже надоело про нее разговаривать. Все. Всех обнимаю. Спасибо, что вы меня слушали. Мои разговоры. Возвращайтесь на канал. Ставьте лайки. Встретимся с вами в следующий раз. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok